Вы сочтите меня взаимагента, но я хочу вас попросить щелкать не так, как принято это здесь у нас. Не очень быстро, типа два, можно еще медленнее, еще расслабленнее. А теперь я хочу попросить вас произносить одно слово, но с ним надо осторожно. Спецоперация? Нет, не совсем, хотя окончание такое же. Вы слушаете подкаст «Вавилон Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон Берлин», герои подкаста «Вавилон Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свое убеждение, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Сегодня подкаст в духе проекта «Вавилон Москва». Политические кабары эпохи Инстаграма. Музыкальный спектакль на стихи Андрея Родионова по книге «Флажок», которая только что вышла в московском издательстве «Новое литературное обозрение». Тексты о страшной и прекрасной Москве, о чекистах России и о новой войне. Нежность и насилие – социальная сатира. Подкаст «18 плюс». Встречается ненормативная лексика. Музыка Петра Скворцова и его группы. Артисты – мастерской Брусникина. На спектакле побывала моя коллега Елена Поляковская. Вечер и кабаре проект открывает клабмен Алексей Родин. Я говорю кабаре. Я говорю е в бытожке. Е! Е! А! А! О! О! О, е! О, е! О, е! О, е! Это орк, это добрый орк, это тролль. А так, по сути, хоббит, конечно, как и все мы. Сейчас я предлагаю под ваши бурные овации встретить непревизойденного шамана, полуна и волшебника Андрея Родионова. Когда уйдешь со школьного двора, под звуки нестареющего хамса, тебя догонит тихое ура, но это, друг, предчувствие, не хамство. Так радуются тихо старички, они тебя вообще-то очень любят, они хотя бы помнят, что стишки кого-то обязательно погубят. В них столикам сведенский видит сны, в них два поэта, вестника печали, погибшая в начале той войны, в начале этой снова зазвучали. Стихи о Москве читает Андрей Родионов. Причала рыбачил апостол Андрей. Услыхал я, выходя из метро, марксистская. Может быть, от того, что и сам я, Андрей, Обратила внимание композиция. Песню исполняла команда инвалидов. И я говорю безо всякой иронии, Это ветераны, участники вооруженных конфликтов. Так манифестировали певцы свое кредо. А немел спаситель и топнул. И вдруг я услышал поводный гладя. Ногой это было так трогательно. Мой друг шел снег небыстрый и негустой. И опять поводный гладя ногой. Я пошел в перекресток, а после домой в переулок. Товарищеский, пустой, бывший чертов переулок, бывший другой. Елена Поляковская. Вопросы к Андрею Родионову за кулисами концерта. Ваше тяготение обречь поэзию в музыку. И раньше было? В принципе, было и раньше. Надо же куда-то девать свой артистизм. Но я раньше относился достаточно легкомысленно. Ну, как-то я старался больше петь и кричать, нежели читать стихи. А поскольку это мастерская Брусникина, я от них такой драйв, что они дают мне возможность не орать, а именно читать стихи. Хотя я, безусловно, завожусь. Цитаты, которые есть музыкальные. В самом начале. Джизус Крайз, Суперстар. И Заре Иуды. Да, да, да. Ваших стихах тоже есть цитаты. Поэзии, Кормильцева, Бруски, да. Почему такая подборка? Вы выбирали из тех, кого вы любите? Я знаю очень много поэзии и очень много люблю поэтов. Для нас важно не только продавливать своё мнение, но и находить что-то близкое, рядом с собой оглядываться. А форма кабаре? Форма кабаре тоже достаточно наивная, но почему-то очень популярная. И, видимо, кабаре – это вообще следствие декаданса. И раз начали плодиться кабаре на сцене рассказы, это свидетельствует о глубоком декадансе в Москве. Андрей Родионов продолжает. Текст «Электронщик». Редко я пишу про Санкт-Петербург, но вот так получилось. В Петербурге, в маленькой кафешке. Сколько мы не виделись с тех пор, Встретился я с другом, И без спешки начался негромкий разговор. Говорили о былом, о думах, За окном загущался невский мрак. Вдруг сказал он, Я вот тут и подумал, Сталин не такой уж был мудак. Были же враги, Они же были, Были тут вредители везде. Их не так уж много посадили, Слишком уж раздуты цифры те. Тишина стаканов перезвончик, Капля водки чистый бриллиант. Сашка, Сашка, ты же электронщик, Сашка, Сашка, ты же музыкант. Лепетал я глупо и ненужно, Он сидел напротив духом чист. В кабаке, похожем на психушку, Старый электронщик-сталинист. Ток, путь домой у сталиниста, На метро, потом маршруткой два часа. По дороге сон ему приснился, Светлая такая полоса. По тайге глухой гуляет эхо, Нацепивши желтые очки. Там, перед толпою бритых зэков, Он миксует разные звучки. Страшный ритм, веселый, электронный, Где полярные ночи, темнота, И дорочат ручонки из сугроз, И глазенки смотрят из-под льда. Елена Поляковская и Андрей Родионов. Дело в том, что атмосфера передана достаточно точно. Вот эта атмосфера спёртого воздуха, Порой довольно страшная, Вот это про электронщика. Ну да, но я не стал читать самые стихи, Которые в точку. Если я выступаю один, Я выступаю в Сакаровском центре. Здесь я решил разгвониться в сторону лирики, Но она получилась такой кровавой, Что я самому страшно. Ну лирика, по-моему, иногда бывает на разрыв аорту. Когда-то в доме Том снимал я комнату, Давно ты приходила ко мне, И мы смотрели в окно, Любовались небом или ходили в кино, Смотрели фильм «Титаник», фильм «Титаник», Ковно! Город уснул, город Париж, Город Москва, С кем же ты спишь? Где ты, Париж, в таком небе? Париж, где ты падаешь? Слева, как я стрелаешь, Я скинула зима, Без циклогона, Без циклогона, Без циклогона, Без циклогона. Бабушка больше не ходит к метро, Парламент и Мальборо Закончились там, Одна в пустой трёхкомнатной квартире, Я сижу много дней, И я квадрат окна в небе, И я воздушный зверь! Когда вспоминают галочи, Я молча киваю загласно, Да, я его тоже знал, Хотя и не так хорошо. Приезжал туда раза четыре С девками, Репетировал с ним на басу, И в тот день, Когда Ваня отравился таблетками, И наступил ногой в зуб, Всегда вспоминается Калыч, Когда в районе кузьминок На заборе что-нибудь Прочитаешь Или на аспальте Увидишь И как это всё называется Притонно содержанием Вроде бы С другой стороны Это, кажется, Моею считается Родиной! Это не реклама наркотиков, А московские будни Без московского гламура. Москва бьёт с носка, Как нам известно в поговорке. Теперь, Когда нежность Над городом Так ощутима, Когда доброта Еле слышно вам В ухо поёт, Теперь, Когда взрыв Этой нежности Как Хиросима Мой город Доверчиво Впитывает Её Как нежен Асфальт Как салфетка Как трогает Сердце Нежнейший Панельный Постельный Холодненький Дом Чуть-чуть Он теплее Чем дом Приведущий Тот Серый А этот Чуть розовый Нежность За каждым Окном Чуть Встоптанных Туфлях Приходит Прекрасная Нежность И мягко Почти не касаясь Твоей головы Погладит Тебя И тебя Дозировкою Снежной Мы Нежной Такую И доброй Не знали Москвы Вот Тихо Межнами Летают Добрейшие Птицы Как Мертвые Мягкие Руки Нам Машут Они Все-все Нам Прощают И Как Можно Нас Не любить И Простите За Что Наверное Тот Автомат Что Считает Поездки Ноль Видит На Карточке Мятой Наверное Не рад Тот Тихий Мужчина Чьи пальцы Блестят От Нарезки Чей Мутин От Выпитой Водки Затравленный Взгляд О Вся Это Злоба От Водки От Выпитой Водки От Водки И Пьяных И Жадных До Денег Девиц О Это Шипение Нежности В этих Нечетких В отеме Силуэтах Отрубленных Рук Или Птиц Мы Нежность Этой Ночной И Московской Солдаты Мы Дышим Восторженным Дымом И Мятным Огнем Еще Иногда Называют Нас Дегенераты Печальные Прохожики Мы С Нежностью Помним О нем Мы Вернемся После Объявлений Гуманитарный Коридор Программа О помощи Беженцам О сочувствии Проявленном Буквально Всем миром Узкий Поначалу Гуманитарный Коридор Расширился До размеров Истинной Человечности Подкаст Гуманитарный Коридор Ведущие Игорь Померанцев И Иван Толстой Слушайте В Apple Подкаст Google Подкаст Spotify Яндекс Музыка И на других Подкаст Платформах Андрей Родионов И группа Петра Скворцова О проекте Говорит Андрей Родионов Поэт Драматург Основатель Московских Слово За это время Или вот как Сейчас любят Говорить Что я делал Последние 8 лет Я выпустил В том числе Несколько книжек Но это были Проектные книжки Например Я целый год Писал поэтический Дневник Каждый день По стихотворению Издал эту книжку В новом Литературном Обозрении Мы издавали В новом Литературном Обозрении Совместно С Екатериной Троепольской Одну книжку Наших Пьес Которые идут В Москве Издавали В Америке В Великобритании Нашу драматургию 10 лет прошло С последней Моей книжки Раньше В нулевых Я издавал Книжки Поэтические Каждый год В издательстве Красный матрос Сначала Сначала Они были Потом В издательстве Ильи Кармильцеву Потом Пять книжек Подряд В издательстве Новое Литературное Обозрение А потом Я спокойно Молчал Выступления Мои Последние Годы Тоже Сократились Но вот Начиная С этого Года Я начал Полномерно Восстанавливать Своё Реноме Как поэта И как Исполнителя Своих Собственных Текстов Выступать Сначала Раз в месяц Концерты На различных Независимых Площадках Театр ДОК Или Центр Вознесенского А сейчас Мы Совершили Новый Такой Творческий Прорыв Я дружу Давно С актёрами Мастерской Брусникина Моя жена Катя Троепольская Довольно Долгое Время Была Директором Мастерской Брусникина Мы Много Работали Там Несколько Наших Пьес Идёт Но С моими Друзьями С моими Товарищами Актёрами Мастерской Брусникина Никогда Не играли Вместе Это Настоящий Музыкальный Концерт Где Пою я И поёт Половину Моих Текстов Пётр Скворцов Ребята Пётр Юткин Дмитрий Северин И Кирилл Адоевский Играют Мощно Потому что Актёры Мастерской Брусникина Актёры Школы Студии МХАТ Прекрасно Подготовлены Музыкально И кроме того Каждый из них Самая Великолепная Образованная Творческая Единица Пётр Скворцов Актёр Певец С экспериментами В области джаза Хотя это Вербатин То есть это Обработанный Текст книги Щепка Проза Превращенная В стихи Пётр Скворцов Прекрасно Исполнил Лирическую Песню Про Москву Московский Лёд И большое Спасибо За этот концерт Большое Спасибо Алексею Розину Который Создал Такое Кабаре Часто Слышим Как Стинг Или кто-нибудь Ещё Хвалит Каких-нибудь Писателей Достоевского Например Посвящает им Песни Мы тоже Решили Посвятить Несколько Песен Писателю Только Выбрали Писателя Никого Неизвестного Погибшего В 37-м Году Это Владимир Якублевич Зазубрин В чёрном Подвале В чёрном углу Трупы Друг на друга Лезли К потолку Кровь Из них Сливалась В общий Ручей Текла Потихоньку Туда Где посветлей В турманящем Тумане Всё покрылось Краснотой Только Трупы Белые Сияли Белизной Тотоми Трупы Падают На земляной Пол Берёзы Белоствольные Идут Под топор Рубят Их Они Гонутся Трещат Долго Не падая Со стомом Хрустят Тучами Своими На земле Дрожат Щепки Красные В стороны Летят Брун На На Выроги Красноты Срубят Чекисты И рубят Плоты Берега Кирпичные Красная Водица Плоты Пелоствольные Плывут Вереница Плоты Большой Покладе Пять дверей Стоят В стене Кирпичной Пять дверок Сорбатых Сметель У дверок Пять Чекистов Курок Как счёт Исна Вопрос Случит Приказ Краснется Лишь Пять Горящих Папирос Запомнит Моё Сердце Девица Лобит Палька Мудриня Сидён Судового Люсей Боже Торбун Боб Я Ще Сейчас будет ещё одна композиция по тексту Владимира Зазулина. Рефрен. «Куда нас в Омск? Подземной дорогой». Куда нас в Омск? Подземной дорогой. 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 Братья и сёстры, помолимся в последний час. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще одна работа Петра Скворцова, о которой упоминает Андрей Родионов «Московский лед». Субтитры создавал DimaTorzok Иду по нашей улице, она за мной идет А под ногами устрицей хрустит Московский лед Московский лед Московский лед Москва Лед Московский лед Субтитры создавал DimaTorzok Нужна мне ваша акция, ведь я не бью, увы Как мертвым вакцинация, как звездам ночь Москвы Кругом край неба сгрёбов и край роскошных вилл Моей социофобии пора зайти в футсвилл Московский лёд, Московский лёд Ведь он похож на ёрт Когда вдруг тинки острые тебе мокнутся в лоб А теперь ещё одна цитата из проекта по книге Владимира Зазулина «Чекисты» Не сочтите меня заинагента, я хочу вас попросить щёлкать не так, как принято это здесь у нас Не очень быстро, типа два, можно ещё метод, ещё расслабленнее А теперь я хочу попросить вас произносить одно слово, но с ним надо осторожно Спецоперация? Нет, не совсем, хотя окончание такое же Революция, ну подождите, не пугайтесь Оно в какой-то момент вас потащит за собой Возможно у вас возникло желание подключиться к нему эмоционально Остановите это желание Например, вот лет 10 назад в Москве шёл потрясающий спектакль от Морозки Там тоже все актёрки ходили на сцену, произносили эти слова Потрясающе, очень талантливо Но мне кажется, это немножко неправильно Они как бы чего-то требовали Я предлагаю уже произносить его спокойно Даже с улыбочкой можно, это практически мантра Сынья Не поддавайте, сейчас закончится орать Не поддавайте, сейчас закончится орать Не надо Революция Революция Она нигде живой организм Великая баба переданная Она должна родить коммунизм Ребёнка великого Ленина Но есть другая бесплодная богиня Мёртвая и белолиция Её изображают в древней пламиде Это фальшивая революция 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 Она же в грязной щивой рубахе И я люблю её такую, как есть В её кишках здоровое мурчание Её желудок варит, как доминая печь Люблю за то, что в её жилах огромных Пылает кровавая лава, как в кратере И о ребенке зачатом, но нерожденном Она думает великую, думал, матери Революция! Не поддавайтесь, чуваки, не поддавайтесь Революция! Матч, мать, мать Революция! Матч, мать Революция! Она трясет свою рубашку, соскрипая облаканных с тела Шеи червей паразитов Всех их в подвалы, в подвалы, в подвалы, в подвалы Белогвардейцев, убийц и бандитов И вот я должен быть спокойный и злой Давить, давить паразитическую массу И вот и стеклой гной, 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 гной И вот опять белая сорочка Маркса! Революция! Революция! А с улицы как тул, ливней фигура Страшного мороза, а за окном Сибирь А за окном тенометр и температура Упала до минус сорока семей Революция! Закончим стихами о великой русской культуре Переделкина и обезьяне Где серебряная дамба Переделкина Мое Посмотри, ты видишь Мама Тут есть вход В небытие У его свинцовой ряби Не могу я Не гулять Но в его бездонной яме Очень страшно Пропадать То ли русская культура Для которой я микроб То ли смерть Ее микстура Катеиновый сироп Это он Мой личный опыт Непосредственный контакт Я реально слышал топот Ножек бледного коня Только коник Этот странный Нежный белый Коник блед Оказался Обезьяной И прошло Уж сорок лет В Переделкина Был лагерь Пионерский Так сказать В нем держали Обезьяну Кутаперчевую Бледь У нее За пищеблоком Была комната И цепь И она ходила Боком И ее Дразнили все На приличном Расстоянии Чтобы Не могла Достать Пацаны Кидали камни Пионеры Так сказать Распокрепанной Округе Повели нас Всех В поход Фроську Тоже взяли Суки Переделкинские Вот На привале Воспитатель Вдруг Спустил Ее С цепи А что Может Покусать их Не подумал Зацени Пусть Она Была Как Моська Ей В глаза Взглянул Голупец Посмотрела Моя Фроська И я Понял Мне Пиздец И Впселив Всю Нашу Смену Камни Палки И Бенки Вдруг Фонзила Мне В колено Свои Страшные Клыки Не за То Что Ненавидел Тех Кто Мучил И Дразнил А Прикормилась Обида А попался Я Дебил Этот Очень Страшный Вывод Навсегда Остался Здесь На колене Еле Видный Обезьяны Страшный Месть Видно Русская Культура Так Отметила Меня Я Смотрю На вещи Хмуро Обезьяну Не Виня Андрей Родионов Поэт Драматург И Перформер Музыкальный Спектакль По книге Флажок С группой Петра Скворцова Мастерская Брусникина С вами была Елена Фанайлова Подкаст Велом Москва Слушайте Новый выпуск Каждую субботу В приложениях Apple И Google В Яндекс Музыке Спотифай А также На сайте Радио Свободы В разделе Подкасты Пока Пока Субтитры